Хей! Сегодня о том, почему, а я шла-шла-шла, пирожок нашла, это past sample, а мы не голодные, потому что мы уже поели, это past perfect. О чем я? Сегодня разберем с вами разницу между past sample и past perfect. Поехали! И в начале этого видео я напоминаю о том, что вы можете подготовиться к ЕГЭ по английскому языку вместе со мной на 80 плюс баллов. Информация о моих курсах и вообще, что я делаю, внизу под этим видео и все ссылки на соцсети. Подписывайтесь. А теперь к сути вопроса. Итак, past sample, простое прошедшее время. Это все то, что было вчера, за обедом, 100-500 лет назад, в 1500 году. Это что-то никак не влияет на настоящее. Запомнили? Past perfect, пред прошедшее время. В этом и есть сложность для понимания русскими. Пред прошедшее, что может быть до прошедшего, то, что прошло и то, что до него. Зачем эти два времени вместе, если есть просто past sample, зачем еще какое-то пред прошедшее использовать? Объясню. Я шла-шла-шла, пирожок нашла, села, поела и дальше пошла. Идеальный пример past sample. Последовательные действия в прошлом. Можно еще добавить год. В 1500 году. А когда нам нужен past perfect? Если одно действие произошло раньше, и оно влияет на то, что произошло позже, является следствием или причиной того, что произойдет далее, в прошлом. Это можно понять из контекста. К примеру, произошла авария, и люди попали в больницу. Очевидно, что авария произошла раньше, и следствием этого происшествия явилось то, что люди попали в больницу. Так вот, то, что произошла авария, это past perfect, а следствие, люди попали в больницу, это past simple. А теперь от русского перейдем к английским примерам. Спасибо English Grammar in Use. Сейчас нам предоставят примеры какие-нибудь, чтобы вам стало понятнее. Итак, пример past simple. Они не пригласили ее на вечеринку, поэтому она не пошла. Они не пригласили, и она не пошла. Последовательные действия. Лора сдала экзамен, потому что усердно училась. А теперь примеры в past perfect. Произошло сначала, мы сначала пообедали, а потом мы были сыты, поэтому сейчас мы отказываемся от предложенной еды, очевидно. Наш обед является следствием того, что мы сыты, и мы сейчас, поэтому отказываемся от предложенной еды. Еще пример. Они не убирали дом долгое время, поэтому, да, следствие какое, поэтому дом был грязный. В контексте ЕГЭ по английскому языку время past perfect в разделе лексика и грамматика обязательно используется. И это всегда сложное предложение по своей структуре, имеющее несколько грамматических основ. Всегда абзац написан в прошедших временах. Past continuous, past simple, past perfect, past perfect continuous. Это вторая подсказка вам. В past perfect мы всегда ставим то действие, которое произошло раньше и явилось причиной того, что произошло позже. Как-то так. Это лишь один из аспектов изучения времени past perfect и past simple. Конечно же, это не вся информация. Это был один из сложных моментов изучения английского языка. Вот найти вот эту разницу и понять, когда нужно поставить past perfect, когда нужно поставить past simple. Надеюсь, видео оказалось полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На моей соцсети они указаны внизу. Ну и всем 100 баллов за ЕГЭ. Пока!